1 2 3 проверка значит наш кубик его была схема представлена на данном рисунке значит это вид сверху у него снята верхняя грань и под этой верхней гранью видны четыре боковые грани значит сторона сайт 1 сайт 234 вот такая нумерация в глубине на дне 6 значит 6 грань и сверху пятая грань которая снята значит в центре кубика плата расположена тажерка значит одна на другой самая верхняя плата это плата с микроконтроллером esp32 также там находится значит кисе и 9548 это микросхема которая значит она занимается скажем так в общем это хаб для шины и 2c у нас на каждой грани кроме своего дисплея вот который мы должны поочередно включать разделяя их выборка кристалла чип select у нас еще на каждой грани есть значит как он сенсорные значит сенсорная микросхема сенсорная плата и все эти сенсорные платы имеют одинаковые и 20 адреса вот и для того чтобы по раздельные включать и каким-то образом не было конфликта вот используется эта микросхема tc 95 48 которая по команде от есть 32 подключает нам допустим значит сенсорную панель на 2 и значит стороне или на 1 или на любой другой дальше вот это mpu 6050 это у нас гироскоп с помощью которой мы определяем какой грань какая грань на кубики сверху это грань какая которая на кубики сверху именно она и включается а в остальных вся грани отключается и экран в том числе и подсветка потому что потребляет много энергии дисплей даже не нам ничего не нарисовано просто 50 миллиампер по по этой самой по документации значит 6 дисплеев 300 миллиампер поэтому есть еще специальный набор электронных ключей которые отключают питание именно питание от всех дисплеев кроме того нужно инициировать на верхней грани кроме дисплеев кучи дисплей нужно не ценировать сенсорная система которая будет сделана виде кольца вокруг дисплея значит сенсорная панель выглядит вот таким вот образом это уже разведенная плата вот примерно так вот будут выглядеть значит сенсорные контакты и если пальчиком и вот так вот проводим по часовой стрелке или против часовой стрелки схема будет менять картинки на экране экран круглый расположен здесь внутри вот это сделал для того чтобы на сторону кубика внутри одного задания поместилось множество задач вот так понятно вот таким вот образом это устроено значит детально что тут получается значит центральная оплата имеет выходы вот разъемы начать на первую сторону из нее значит все проводники по кабелям по точнее по разъемам передаются сигналы на все стороны и и наверх на пятую грань которая снята и на нижнюю грань которая снята и на все остальные в том числе кроме контактов для дисплея передаются еще контакты спи потому что у нас разведено для двух вариантов дисплеев мы на всякий случай взяли ну развили для двух раз дисплеев которые отличаются интерфейсом значит или 93 31 он работать с интерфейсом значит по умолчанию тот который нам удалось найти он работает с параллельным 8 бит 16 бита даже 18 бит вот там короче на всем кристалле есть спи но не выведена вот поэтому вот этот разъем и для круглого дисплея который точно поддержит спи под него точно есть библиотека есть еще спи кроме того спи мы используем на третьей плате которая вот это вот первое под ней 2 там еще будет 3 где будут установлено значит считывание sd карточки для того чтобы кубик там мог говорить словами речью на sd карточки будут записаны звуковые файлы вот и поэтому там нужна вот эта же шина спи для общения с ней так нижняя плата на нижней плате расположен еще специальная микросхема которая позволяет коммутировать выборку кристалла дисплея то чип селект то есть у нас ног на есть по 32 просто в обрез там едва хватает вот поэтому значит нам пришлось сделать электронный коммутатор который может коммутировать один канал любой любой сигнал в том числе аналоговый причем в обе стороны и на вход и на выход на 16 каналов но нам 16 нам точно 6 и он установлен на второй плате также на второй плате будет установлена sd карточка аудиоусилитель с динамиком и 3 оплата не чуть ниже там вот установлен аккумулятор значит ниже здесь обозначена как шина из 5 из каких стороны какой переходит как шина и 2c значит положение из 5 работают дисплее вот пошли не двадцать работают значит наша система сенсорного контакта кроме того по шине и 2c работают коммутаторы питания на дисплее вот поэтому все это нужно развести на каждую сторону и выборка значит экранов это чип селект вот она таким образом тоже нужно разводить по по граням ну здесь конкретно на каждой стороне что куда это расходится значит вот такой вот первый вариант он уже разведен вот значит предложена модернизация для уменьшения соединений это на центральном плате значит выхода на дисплее на все четыре стороны на один вот так вот на 2 на 3 на 4 попробуем попытаемся развести потому что будет очень много здесь соединений вот ну попытаемся вот вот это вот таким образом мы минимизируем соединение между вот старых гранями квадрата очень хорошее предложение вот да ну вот это вот собственно и сама структура значит кроме того для того чтобы было удобно понимать как это все подключается потому что там зеркально не зеркально значит вот эти дисплеи они расположены вот таким вот образом по по граням сторонам вот это нужно было для того чтобы правильно развести наш кубик так вот это вот она значит теперь мы переходим на значит разводку платы где расположена собственно главный мозг нашего кубика это микроконтроллер с вайфай доступом есть p32 значит чтобы увидеть нам значит корр корпуса микросхем для этого мы сделаем вот такой просмотр вот и здесь мы видим что вот это у нас это есть p32 это у нас гироскоп это у нас развитие 2c здесь вот эти выходы на боковые грани и 2c это вот этот вот выход сюда на 1 10 первая сторона сюда выход на дисплей здесь вот это выход из 5 значит кроме того есть переходы вот один разъем и второй разъем на нижние этажи то есть для того чтобы связать вот эту плату с нижними этажами значит схема тут соединение довольно простая вот можно посмотреть как с один дорожки вот значит это вот один слой значит вот второй слой вот и в общем то вот это вот это вот эта схема которая значит внутри кубика плата как который внутри кубика следующая плата это у нас плата значит которая собственно одна из сторон кубика первая сторона она самая сложная на нее приходит вот этот вот разъем основной с есть p32 также вот разъем успея сверху на эту плату вот четыре разъема вот этот этот вот этот вот этот и вот этот вот они подключают такую дополнительную плату на сверху на дисплей которая позволяет подключить тачскрин ну то есть сенсорные контакты значит здесь разведена она по два типа дисплеев вот два типа дисплеев сейчас так 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 грань вот она вот они как этот вот который у нас уже приобретен дисплей это на контроллер 93 31 и 2 дисплей который вот немножко поменьше вот который шины и спи ай вот он тоже здесь изображен поэтому здесь получается вот такая вот накладка вот они тут два они тут присутствуют ну и конечно то есть это выход на тачскрины это выход на все четыре дополнительные грани то есть шестая грань пятая грань это это первая грань это получается на 4 это на 2 и сзади там 3 drowning они туда крут между собой сын на и вот это вот вот это вот микросхема это у нас микросхема тачскрина которая подключается вот к этим вот ну и как я уже показывал вот от этой микросхемы тачскрина 4000 здесь эти разъем у нас там подключены значит вот эти вот так 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 где она здесь у нас там да у нас подключено вот вот такой вот touchpad вот они раз-два и и вот здесь вот здесь вот тоже все это подключено так так вот значит как разведены этот это все мы можем посмотреть дорожки как разведены так preview вот они так разведены это сверху ниже верхняя сторона и здесь у нас это у нас нижняя сторона вот у нас нижняя сторона все вместе вот выглядит вот таким вот образом вот ну в принципе и вот и все значит один дисплей вот он разъем его здесь второй дисплей он из ph спины в нем меньше воды вот он здесь вот такая вот значит схема которая необходима вот она уже отправлена на изготовление вот после нее мы изготовим модернизированную схему улучшенную вот попробуем к что с ней получится вот ну и вот так вот выглядит проделанная работа то есть когда эти платы придут мы это все уже напаяем и будем работать вот все по моему все